На дорогах Славянского района складывается неблагоприятная обстановка. Количество аварий, в том числе и со смертельным исходом, продолжает расти. Об основных причинах дорожно-транспортных происшествий нам рассказал заместитель начальника отдела ГИБДД по Славянскому району Евгений Старчак. Согласно статистическим данным, на территории Славянского района произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 погибло и 51 получили ранения различной степени тяжести. Рост погибших в этом году составил плюс 4 человека. Также на территории муниципального образования Славянский район в 2021 году произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых несовершеннолетние получили телесные повреждения различной степени тяжести. Произошло 2 ДТП, в котором несовершеннолетние пешеходы получили телесные повреждения. Основные причины ДТП – нарушение скоростного режима водителям транспортного средства, нарушение правил проезда пешеходных переходов. Только в одном ДТП у ребенка был светоотражающий элемент на верхней одежде. Также зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров. В двух ДТП пострадали несовершеннолетние пассажир авто и в одном получил ранение несовершеннолетний пассажир мото. Был в мотошлеме, светоотражающие элементы на одежде отсутствовали. Кроме того, за текущий период 2021 года произошло 2 ДТП с участием детей в возрасте от 6 до 18 лет, в которых трое подростков получили травмы. У оба ДТП с участием несовершеннолетних водителей мото, один из них по вине водителя мопедов, в обоих случаях несовершеннолетние водители мото не имели права управления транспортным средством и никогда его не получали. И лишь только в одном случае водитель был в мотошлеме. Также за истекший период 2021 года произошло 7 ДТП, в которых семерым несовершеннолетним в возрасте до 18 лет была оказана разовая медицинская помощь. Это 4 пешехода и 3 ДТП пассажиры автотранспорта. На что хотелось бы обратить внимание? Родители отказываются, именно я обращаю внимание на то, что отказываются детям наносить светоотражающие элементы на одежду, на рюкзаки. Зачастую это приводит к трагическим последствиям, когда страдают дети, получают ранения, либо гибнут. И таких фактов не только у нас по Славянскому району хватает, но и по всему краю. Особое внимание в преддверии праздничных дней с 1 по 11 число на выезд несовершеннолетних на мопедах, скутерах, средствах индивидуальной мобильности, так называемых гироскутеры, электросамокаты, электромопеды на проезжую часть. Так как, согласно правилам дорожного движения, передвигаться данные транспортные средства могут только по тротуарам, либо велосипедным пешеходным дорожкам. Зачастую родители сами провоцируют данные дорожно-транспортные происшествия, покупая детям и разрешая им двигаться на этих транспортных средствах по дорогам общего пользования. Актуальным остается и проблема детских удерживающих устройств. Мы имеем на данный момент большое количество ДТП, где дети пострадали из-за того, что не находились в детских удерживающих устройствах. Также в преддверии выходных и праздничных дней хотелось бы обратиться к жителям города о том, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Ни в коем случае категорически не садились управлять транспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии. Так как это, во-первых, административно наказуемое деяние, во-вторых, это может повлечь более тяжкие последствия, вплоть до уголовной ответственности.